Всем тихой ночи. До этого мы обсуждали аномалии мира SCP, придуманные авторами сообщества. Но в этом видео мы поговорим о странной дичи, которая творится прямо тут, на ютубе. В последнее время многим каналам по SCP несколько поплохело. Прошла странная эпидемия по SCP каналам. Всё в духе времени в общем. Симптомы у всех практически одинаковы. На каналах примерно в начале 2021 года, в январе или феврале, резко просели просмотры. Ютуб массово отписывает от этих каналов людей и не даёт никакого продвижения на платформе. Статистика камнем идёт вниз. Поначалу я думал, что это происходит только у меня. Ютуб списывает подписчиков по 10, по 20 и иногда даже по 50 человек за раз. Не показывает людям видео с этого канала. Даже тем, кто на него подписан. Да и вообще странно себя ведёт. Но затем я для себя открыл, что эту картину можно наблюдать действительно на многих каналах. У Ивана Конструктора, у Рассказчика, на канале Мистери Баскет, у Ковалёва, у Зефира и у многих других. На всех этих каналах происходит абсолютно одно и то же. Если вы зайдёте на любой из них, вы увидите, что видео, выпущенные до января-февраля 2021 года, на них набирали намного больше просмотров, чем после. Причём на некоторых из них разница в десятки раз. У всех этих каналов есть несколько общих особенностей. Они относительно большие. Все больше 100 тысяч подписчиков. Основной контент на них связан со вселенной SCP. И более того, все они концентрируются на описании чего-то из вселенной SCP. Да, проблема эта по какой-то причине коснулась только каналов, обсуждающих вселенную фонда. При этом ни один канал, говорящий про игры, не пострадал. Ютуберы, играющие, например, в Secret Laboratory, да и в другие игры по фонду, этой аномалии затронуты не были. Поначалу можно было подумать, что SCP всем надоел и стал в целом не так популярен. Но нет. Если посмотреть на Google Аналитику, общая популярность SCP растёт. Ну или, по крайней мере, не особенно падает. Растёт и сообщество. Выходят новые игры по вселенной. Выходят и игры, связанные со вселенной косвенно. Проводятся фестивали. Снимаются короткометражки. И при этом всём то, что у кучи каналов по фонду такое резкое падение, выглядит странно, если не сказать аномально. А то, что падение случилось только у каналов с определенной направленностью, говорит о какой-то выборочности этого события. Это что, алгоритмы Ютуба по какой-то причине не взлюбили лорные SCP? И примерно миллион зрителей в январе 2001 года вдруг поняли, что это им неинтересно? На этом аномальном падении, особенно контрастно, выделяется один взлёт. Я говорю о канале под названием Detective Void. Этот канал, созданный в декабре 2020 года. И на нём нарисованный персонаж, сидящий в своём кабинете, рассказывает про SCP-объекты. На кого же это так похоже? Даже не знаю. Казалось бы, новый канал по SCP, начавший свою деятельность в начале 2021 года, по идее не может иметь каких-то особенных шансов на успех. Ведь вроде как алгоритмы Ютуба не любят лор-SCP. Да и зрители же его внезапно перестали смотреть. Но происходит ровно обратное. Этот канал сумел меньше, чем за год, набрать больше миллиона подписчиков. Ещё в январе на этом недавно созданном и никому неизвестном канале было около 9 тысяч человек. А сейчас, в сентябре, там уже миллион двести. И это делает этот канал самым популярным среди каналов, связанных с SCP вообще. Даже среди англоязычных. На канале самого популярного во всём мировом сообществе SCP-человека – Волгуна. Цифра подписчиков не так давно перевалилась за 700 тысяч. И да, англоязычная аудитория Ютуба в десятки раз больше русскоязычной. Там сейчас и 10 миллионов подписчиков набрать не такое уж большое достижение. Кстати, об англоязычной аудитории. Канал детектива Войда существует и на английском, и на многих других языках. Но там он показывает намного более скромные результаты. Некоторые могут сказать, что русскоязычные зрители просто увидели новый контент и перешли на него, разом перестав смотреть другие каналы по SCP. Вот только эта идея сразу ломается об тот факт, что резкое падение на всех каналах произошло в начале 2021 года, когда Войда ещё особенно никто не смотрел. То есть получается, или люди заранее перестали смотреть этих скучных мрачных SCP-ютуберов, чтобы подготовить себя к новому контенту, или за этим стоит что-то ещё? Ведь даже таким странным образом происходящее не объяснить, потому что контент этого нового канала ориентируется принципиально на другую аудиторию. Если смотреть разбивку по возрастам, то видно, что лорные каналы по SCP смотрят люди в основном возрасте от 20 до 30 лет, да и более старшая аудитория тут тоже есть. А вот Войда в основном смотрят дети, причём реально маленькие дети, а не просто школьники. В общем, аномалия за аномалией. Все каналы по каноничному SCP резко и сразу идут на дно, и ровно в то же время, с нереалистичной для русскоязычного ютуба быстротой, набирают обороты новый канал про SCP-объекты. Чудеса да и только. Кстати, про SCP-объекты Ли я посмотрел несколько видео с этого канала, и обратил внимание на такой момент, что объекты описываются верно только в самых общих чертах, а большая часть того, что говорится автором в ролике, придумывается на ходу. Ну, в смысле у него SCP-173 появился после атомного взрыва в Японии. Ну да ладно, на вкус и цвет, как говорится, фломастеры разные. В конце концов, любимый всеми Лорд Банк тоже рассказывает свою историю, и всем нравится. Так что главное в этом всем, это прежде всего странная и плохо объяснимая реакция самого ютуба на происходящее. Кто-то может сказать, что это просто стечение обстоятельств, ютуб как-то изменил свои алгоритмы и не взлюбил контент по SCP, но вот один канал почему-то под это не попал. То есть получается, что кому-то очень сильно повезло, а всем остальным нет. Но знаете, таких совпадений-то на самом деле и не бывает. Так бы это всё и было на уровне домыслов, если бы недавно не случилась одна некрасивая история со Страйком, когда Войд кинул Страйк на англоязычный канал с реакциями. Сидел, значит, вот этот джентльмен, делал реакции на разный контент по фонду и в один прекрасный день решил посмотреть английский канал Войда, как вдруг за это ему прилетел Страйк. Кидание Страйков — это само по себе поступок некрасивый, а Страйк на контент по SCP вполне можно считать нарушением лицензии, потому что лицензия, по которой распространяется SCP, она как бы запрещает запрещать, если говорить просто. Более сложно я об этом говорил в одном из прошлых видео, в описании оставлю ссылку. При этом Страйк был не какой-то внутренней штукой, которую сделал YouTube автоматически. Он был кинут вручную, самим Войдом, на что и обращает внимание сам реакционер. Кстати, а кто же такой Войд, вы можете спросить. Это один человек, как, например, я? Или несколько? Вот, например, канал Мистери Баскет ведёт два человека. Сейчас мы раскроем с вами эту тайну. В одном моменте в видео про ситуацию со Страйком можно увидеть название фирмы, которое делает Войда. Называется она «Саратан Медиа». И действительно есть такая анимационная студия с таким названием. Она находится в городе Бешкек, что в Киргизии, и рисует анимации про детектива Войда. Вот даже на разных сайтах с работы нанимает людей для этого дела. Так что да, теперь вы знаете, кто стоит за этим каналом, и почему видео выходят там так часто. Но по-прежнему я не принёс вам никаких пруфов того, что именно эта студия гасят другие каналы со схожей тематикой, чтобы продвигать себя. Никаких доказательств у меня, собственно, и нет. Но если бы мне совсем было нечего сказать, это видео бы не вышло. Но оно вышло. Дело в том, что вся эта ситуация затронула действительно большое количество людей. Буквально десятки блогеров. И многие из этих людей начали интересоваться деятельностью этой маленькой анимационной студии в Киргизии под названием «Саратан Медиа» и в ближайшее время расскажут вам о своих находках. Оставайтесь на связи и до следующего сеанса. Нас ждёт ещё много новостей по поводу нашего друга из солнечной Киргизии. Всем пока!